Итоги оперативно-служебной деятельности за прошлый год подвели полицейские регионам. Уровень преступности в области сократился на четверть. В январе продолжилась наметившаяся тенденция снижения количества регулированных и регистрируемых преступлений. За месяц в области было зарегистрировано 338, в том числе одно убийство, 8 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 6 грабежей, 112 краж, 23 наркопреступления, угона автотранспорта, 71 мошенничество, 8 хулиганств и 4 скатократства. Однако увеличилось число интернет-обманов. К таковым относятся 495 фактов. Основное количество зарегистрированных преступлений связано с размещением объявлений о продаже товаров или оказании услуг на интернет-площадках. Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой, быстрым предоставлением товара или услуги. Покупатели просят внести частичную или полную предоплату на счета, которые обычно оформлены на третьих лиц. Распространенной схемой являются факты, когда на граждан оформляются онлайн-займы через микрофинансовые организации. В этом случае человек узнает только через длительное время от судебных исполнителей о том, что на него оформлен кредит. Как правило, в данной схеме мошенничества оформление займов осуществляется близкими друзьями или родственниками, у которых в личном пользовании может находиться информация о заемщике, фото удостоверения личности, банковской карты и ИИН. Наибольшее количество совершенных преступлений приходится на областной центр, это около 65% всей регистрации. Общая раскрываемость в январе составила 91,6%. Причем хочу заметить, что все тяжкие, особо тяжкие преступления раскрыты. Также приняты в меру, в январе было раскрыто 75 ранее совершенных преступлений, из них 16 совершены прошлые годы. Установлено местонахождение пяти уголовных преступников, находящихся в розыске. С использованием камер видеонаблюдения Центра оперативного управления выявлено более 2000 административных правонарушений и 39 преступлений.